Как мы выполняем дела в нашей повседневной реальности? Обычно мы мечемся между огромным количеством задач. Мы хватаемся за одно, за второе, за третье, позвонили, что-то спросили, мы включились в эту задачу. Потом кто-то, потом там переключились на отчет, потом совещание, потом домой едем, надо что-то купить, где-то что-то забрать. И вот это огромное количество дел, которые одновременно висят в нашей голове, они создают ощущение постоянного стресса и перегруза. Что столько всего надо сделать, и вот это, и вот это, и вот это. И ты все пытаешься у себя в голове удержать, не получается. Одно на другое наслаивается, что-то забыли, не сделали, на это ругаются, сами на себя злимся. И весь процесс планирования и управления своими задачами и временем превращается в такую бесконечную пытку. Что бы этого избежать, что нужно? Есть такой принцип многозадачности. Возьмем жонглер, который жонглирует шарами, тарелочками, неважно чем. Вот казалось бы, он подбрасывает десяток предметов одновременно. Как он успевает за всеми ними следить, чтобы поймать, переложить в другую руку, подбросить и следить за остальными десятью одновременно. Казалось бы, невозможная задача. Но если мы посмотрим на то, как работает жонглер в замедленной съемке, вот делали такие эксперименты, сняли на камеру и потом прокрутили в замедленном режиме. Увидели, что происходит следующее. В каждое конкретное мгновение он полностью сфокусирован на одном шарике, который в данный момент падает ему в руку. То есть он сфокусирован на том, что он поймал его, правильно отработал следующее движение, подбросил и после этого сразу переключился на следующее. То есть вот этот принцип фокусировки. В каждое мгновение ты полностью сосредоточен на одной задаче. Выполнил ее, допустим, сделал какое-то дело. Пока его делаешь, ни на что другой не отвлекаешься, про все остальные шарики забыл и остальные дела. Сделал, переключился на следующую задачу. На следующую, на следующую. Но повторюсь, вот эта идея фокусировки в момент времени на одной задаче, она очень сильная. То есть вместо того, чтобы пытаться в голове держать все сразу, сосредоточились на чем-то одном, включились пусть там на 15, на 20, на 30 минут, на час, но делаем только это и ничего другого. Все остальное отбросили, отключили все прерывания. Выполнили, и фокусировка позволяет нам действовать на порядок более эффективно. Выполнять за те самые 10, 15, 20 минут столько, сколько обычно мы делаем за 2-3 часа времени, просто потому, что не фокусируемся достаточно на одной задаче. Поэтому, какое для вас задание? Выберите завтра какую-то задачу, сложную, важную для вас, которая требует серьезного внимания и фокусировки. И выделите на нее хотя бы 1 час, лучше 2 часа, в которые вы отключите все прерывания и полностью сфокусируетесь только на этой задаче. На том, чтобы этот важный блок, это одну из каких-то самых сложных и важных задач, которые перед вами стоят, существенно сдвинуть вперед. Вы удивитесь, насколько сильно можно продвинуться даже за такой небольшой период времени, когда ты ни на что не отвлекаешься и полностью фокусируешься на главном. Один очень важный принцип, который разберем на данном памятнике, памятнике Михаила Васильевича Ломоносову и на фоне университета. Принцип Родена, великого французского скульптора. Если вы помните, когда его спрашивали, как он делает свои прекрасные статуи, то есть как из большой глыбы камня получается вот некая прекрасная фигура, мыслитель или что-то еще. Что говорил Роден? Он говорил, что я просто беру глыбу и отсекаю все лишнее, и получается некая прекрасная форма. В нашей повседневной деятельности, вот в вопросе, как успеть все, этот принцип работает точно так же. То есть начинай отсекать лишнее. Если мы посмотрим на то, чем заполнена наша жизнь, то увидим, что огромное количество дел, которые мы делаем, они в лучшем случае вообще не двигают нас вперед, а поддерживают. То есть это дела, которые поддерживают нас на текущем уровне, но не развивают, не двигают вперед нас в разных направлениях. А в худшем случае они наоборот, они просто высасывают наше время, силы, деньги, энергию. То есть мы прожигаем жизнь на непонятно что. И обращая, то есть одна из важнейших задач, чтобы получить большое количество дополнительного времени, сил, ресурсов, энергии, это отсечение лишнего. То есть смотрим, где, в каких точках мы убиваем время, где, в каких точках мы вместо того, чтобы заниматься действительно важными вещами, которые способны изменить нашу жизнь к лучшему, и которые способны дать нам больше сил, денег, энергии, основных ресурсов каких-то, счастья, может быть. Мы убиваем это время, сидя в соцсетях, играя в компьютерные игры, выполняя задачи, которые нам неинтересны. Допустим, кто-то ненавидит копать картошку на даче, но постоянно ездит туда, потому что его к этому кто-нибудь принуждает. Мама, бабушка, теща, жена или кто-то еще. И так далее. То есть вот обнаружение таких точек, в которых мы прожигаем жизнь впустую, очень важная задача. И здесь есть один вопрос, который я крайне рекомендую себе задавать, сам себе задаю регулярно. То, что я делаю прямо сейчас, это действительно важно. Это действительно та задача, те вещи, на которые стоит тратить время своей жизни.